ДИКАПРИО Пришло время окунуться с головой в свежую прессу, точнее в ее интернет-издание, и это мы сделаем прямо сейчас. Почем Ди Каприо для народа? Оказывается, Лео Ди Каприо продает себя на аукционе. Для благотворительности что только не сделаешь. Вот он согласился на беспрецедентный поступок. Проходит необычный аукцион, который организован благотворительным фондом Леонардо Ди Каприо. А необычность в том, что для торгов себя представили сам глава организации Лео и его не менее звездные друзья. Личные вещи знаменитостей также разыгрываются и возможность провести с ними время. Так что смотрите, если хотите, можете поехать и поучаствовать, и может быть выиграть. Мотоцикл Харли Дэвидсон из гаража Арнольда Шварценеггера, его коллекция Сигар, I'll Be Back, да? Меч из картины Конан Варвар. Дальше присутствовать можно на съемках картины Мартина Скорсезе. Ужин с Леонардо в ресторане на Эйфелевой башне. Поход с Лео на теннисный матч турнира US Open. Видимо, Лео сам не играет, но посидеть, поболеть за ау может. Часы Роликс из запонки из коллекции Ди Каприо, в которых он, вероятно, тонул в Титанике. Реквизит из фильмов. Частное выступление Кевина Спейси. Вот это я бы приобрел. Представляете, приходит сам Кевин Спейси и перед тобой. Участие в экспедициях на Северный и Южный полюс. Привет, Богдан Булычев. Ты понимаешь, уже Леонардо устраивает такие экспедиции, так что тебе можно вписаться туда. И недельный отдых в отеле Ди Каприо в Палм Спрингс. Вот это то, что нам нужно. Как отличаются все-таки новости отечественной эстрады от новостей зарубежной, да? Вот, например, вы знаете, Покемономания набирает обороты. Так вот, Покемон Го чуть не затоптали Бибера Джастина, да? Как вы знаете, что люди охотятся на покемонов, им присылают различные места, где, если наведешь телефон или какой-то гаджет, да, появляется покемон, таким образом их собирают. Так вот, немало ловцов покемонов оказалось в минувший понедельник в Центральном городском парке Нью-Йорка. Люди, точно зомбированные, направляли телефон то в одну, то в другую сторону, чтобы поймать заветного Пикачу. Люди настолько были увлечены поимкой покемонов, что не заметили звезду-то, представляете, и чуть не затоптали. А, кстати, вы знаете, как зарабатывают звезды? Оказывается, с помощью селфи можно очень хорошо поднять. Например, Ким Кардашьян, представляете, 700 тысяч долларов за вечер заработала. И не демонстрации своих прекрасных прелестей, нет. Она просто делала селфи с участниками, с гостями вечеринки. 700 тысяч долларов, это на минуточку, 44 миллиона рублей за фотографии. Нормально, как вы считаете? И саму звезду чуть не разорвали на кусочки, поэтому ее охраняли 25 личных телохранителей. Представляете, стоят вокруг телохранители такие, и девушка с телефоном, и по одному пропускает, она так чик, чик, чик. И нащелкало 700 тысяч долларов. Вот мне бы так. Яр Облдуман хочет сделать трезвыми День города и последний звонок. Представляете, последний звонок я согласен, а в День города-то почему люди не могут отметить этот праздник? В общем, предложили депутаты муниципалитета внести изменения в закон и, соответственно, запретить продавать спиртное с 23 до 8 часов и в некоторые праздничные дни. Так вот, трезвыми они хотят сделать День города и других муниципальных районов. Международный день защиты детей, ну, в принципе, правильно. День знаний, 1 сентября, чтобы школьники не отметили. И последний звонок. Однако запреты никак не коснутся кафе, ресторанов, которые расположены, в общем, в гостиницах или нежилых зданиях. По мнению депутатов, трезвые праздники помогут сохранить здоровье подрастающего поколения. Вот, мне кажется, День города празднуют все, вот, и вообще это, мне кажется, индивидуальная задача родителей, да, научить своих детей не употреблять спиртные напитки, а уж никак не запрещать. Запретами делу не поможешь. В автобусе Ярославль-Переславль пассажир украл сумку у туристки из Крыма. Главный вопрос. Как туристка из Крыма попала в автобус Ярославль-Переславль? Понимаете? Это какая-то временная дыра, что ли? У нас Ярославль-Крым-Переславль, может быть, такой треугольник бермудский. 25 тысяч рублей украли. Девушка путешествовала по региону с подругой. Это была рубрика «Экстра Вёрджин», в которой мы отбираем все самое интересное из сетей интернета.